Для него этот мир, первый мир, уже малозначен, да? Ничего из себя не представляет. Может быть, нам надо повторить? Вот последнюю мысль бы, да, вот как раз о принятии. Кто-то написал что-то. Да, потом, значит. Мы говорим о том, что рождение свыше мы принимаем. Так, да, по вере, принимаем верою. Исключительно по вере. Да. Это не какой-то уровень ощущений, каких-то там, не знаю, связаний. Хотя это может быть, может быть, Дух Божий может сойти, человек может это ощущать. Это абсолютно верно. Но основа наша это по вере. Мы принимаем прощение грехов по вере, принимаем святого Духа по вере. И я хотел сказать, что первый признак, подтверждающий, что человек рожден свыше, так, если этот факт на самом деле имеет место, то первое определение, подтверждающее, что вот на самом деле это произошло, человек начинает понимать, тянуться, какой-то меня ощущать на каком-то глубоком интуитивном уровне, что есть Царство Бога. Да, Божий мир, Божий мир. Божий мир, Божий мир, Божий мир. Все его начинает тянуть туда, а физически окружающий мир начинает каким-то становиться чужим своим. Неинтересно. Неинтересно. Неинтересно, да. Это радует. Это, конечно, вначале какие-то есть первичные, а еще они потом начинают расти по вере своего Бога, при хождении с Господом. Но ты начинаешь понимать, Господи, но этот мир, в котором мы находимся, он настолько ничтожен. Потому что мы начинаем видеть тот грядущий мир. И этот грядущий мир по мере нашего хождения с Господом и опытом нашим, он начинает развиваться, расти, расти, расти. И мы понимаем, то есть эти понимания, многогранность в нас раскрывается больше через Писание, через молитву, через общение, через откровение, через Духа Святого, который нам говорит что-то, учит. А если этого не происходит, значит, не было рождения свыше. Это было просто формальный аналит. Ну, ритуализм. Ритуализм. Абсолютно верно, ритуализм. Хорошее очень определение. Так вот, рождение свыше дает нам знание о Боге, о Царстве Господа. И самое главное, земля начинает становиться для нас чужды, для нас чуждой средой. И мы уже смотрим на людей не с презрением, молуха вы и там, а я уже... А наоборот, у нас начинает рождаться сострадание. Мы начинаем думать, Боже, они же этого не знают. Они этого не понимают. И вот почему мы начинаем проповедовать. Да. Рожденный свыше человек не может проповедовать. Да, от избытка сердца. Говорят, что? И он идет, он начинает, потому что в нас рождается... Как говорит послание к Римлянам, по 5 главе, говорит, любовь Божия из тела сердца наших Духом Святым. Как только Святой Дух наполняет нас, Римлянам 5.1, по-моему, как только наполняет нас Духом Святым Господь, а это и есть рождение свыше, потому что Бог не пойдет в человека, пока в человеке не родится вечность. Да, вечность, да. Бог вечен. Он может обитать только в среде вечной. Нет, послушайте. Бог может обитать везде, где хотите. Потому что он Бог. Он Бог. Это надо усвоить. Но его среда обитания – это вечность. Когда люди говорят, о, Бог у меня в душе, это хорошее высказывание, это лучше, чем не говорить об этом. Но если человек не рожден свыше, там не может быть вопрос, что у человека душа, где она у меня находится. Вы понимаете, если не рожден свыше… Что такое рождение свыше, да, свыше? От Бога, от вечности родиться, свыше. Очень важно понимать, что если мы рождены свыше, в нас сразу же появляется вечность. И мы храмом становимся. Храмом. Она становится основанием для вхождения в Святого Духа. Да. Вы понимаете? Когда мы говорим, что Бог в моей душе, и это высказывание почти каждого человека, и я верю в Богу по-своему, да, это произведение такое очень часто встречаемое. Это на самом деле козни сатаны. Он тем самым человек успокаивает. Ну что? Ну да, успокойся. Конечно, он просто обрезает. Таким минимум таким как бы… Да, обрезает кость. Но мы должны знать, друзья, пожалуйста, подумайте. Я не пытаюсь перевозить в чем-то, я просто хочу привлечь вас к размышлениям. Подумайте. Пока человек не родится свыше, в нем нет вечности. Божьей вечности. Да. Значит, в нем не будет пребывать Бог. Есть некоторые и другие мысли, о которых я сейчас не буду говорить, у нас время. Я надеюсь, Бог нам даст благодать, и мы еще пообщаемся. Понимаете, например, нассель такая. Бог, и она будет резать слух. Да. Бог не пребывает в человеческом мире. Я понимаю, режем слух. И они будут эту тему сейчас раскрывать. Ну, с удовольствием, может, заинтригуем, мы пообщаемся. Бог не пребывает в человеческом мире. И я готов… Он бывает, но не пребывает. Он может прийти. Да, бывает. Он может прийти исключительно ради того, чтобы созвать человека без человеческого мира в свой мир. Да, да, в свой свойственном мире. Перезвать. Да, только. Но он не пребывает. И об этом я готов говорить в следующий раз. Достаточно широко, очень глубокая, очень интересная, потрясающая тема. Многие зацепили. Я вижу там комментарии. Рождение свыше, рождение свыше, рождение свыше. Слава Господу. Потом почитаю. Я хочу сказать, что рождение свыше – это первичный, необходимый шаг, осознанный шаг человека для принятия Бога внутри себя. О, да. Как храм Божий. Как храм. Вот меня пригласили в сентябре, кстати, вот в конце сентября, освящение храма. Вот они построили дом Малифина большой, значит, там, в Николаеве, на объезде в город со стороны Киева, как едешь, там. Я был, когда еще только фундамент заливали. И вот, значит, ну, они говорят, мы сейчас сделаем освящение. Вот, значит, соберем народ, служители будут в разных конфессиях, там, будем молиться. И вот я представляю, вот, Бог обитель сотворяет, да, а потом поселяется в этой обители. Он освящает? Освящается. А потом поселяется, да. Потому что этот принцип мы видим в том числе и в Ветхом Завете. Они строили храма. Строили храма. Бог не входил. Ну, тут пока нет обряд очищения. Да, очищение обряда. Вот, это за апоток, то есть кровь, жертва. А потом Бога. Точно так же кровь Христа, обнытие, очищение. Да. А потом принятие вечности. Очень хорошая вещь. И вечности тогда приходит, и Бог в этой вечности пребывает в нас. Потом с комментариями. Да, аминь. А это очень радует, что это повысает. Мыслительного процесса, да. Слава Господу. Это вот эта цель как раз. Значит, вечность. Я хочу очень важную мысль еще озвучить. Да. Если человек считает себя рожденным свыше, а при этом он охвачен земными интересами, позвольте мне заявить. Или там не было рождения свыше, или оно было утрачено. Потеряно, да. Абсолютно верно. Потому что рождение от Бога. Смотрите, в первоутробном мире мы жили. Как только мы родились в физический мир, подскажите мне, что происходило с человеком, родившим только что один мир. Разрыв связи. Ну да. Да, и что происходит? Куда его тянет? В мир? Нет, к маме. Маме? А. Он же мгновенно, неинтуитивно тянется к маме. А, ну да. Я смотрел как-то одну передачу про животных, я был потрясен. Вы когда-нибудь видели, как рождаются кенгурята? Нет. Нет? Я был потрясен. В двух словах. Кенгуренок, ну я точно не помню все детали, но приблизительно. Допустим, кенгуренок созревает, допустим, там, в течение полугода. Допустим. Процесс такой. Начинает кенгуриха, так правильно, да? Наверное. Наверное, кенгуру жестного пола. Начинает, так? Она носит этот эмбрион, этого зародыша, который в течение двух или трех месяцев, то есть полсрока находится в ней. Так. Полсрока. Ага. Потом она его рождает в возрасте полусрока. Недоношенный. Какой-то вот полуэмбрион, что это такое вот, в общем, ползает из нее. И он ползет по ней в ее сумку интуитивно, потому что в ее сумке там соски. Он туда доползает. Ни след, нет вообще у него ничего, ни глаз, ничего. Он ползет, ползет по ней как-то там. В ползает в эту сумку ее, впадает в нее, присасывается там к соску, и там он дорастает до определенного времени. Вот это интуиция. Ну да. Когда человек рождается из мамы, первое, что с ним происходит, шок он испытывает, потому что он родился в мир, который не ожидаем, не ощущаем прежде им. Он вау, кричит, потому что дышать начинает раньше он по-другому, там процедура была другая. А здесь совсем... И во-вторых, его сразу прикладывают к груди матери. Он сразу тянет, и мгновенно хватает за грудь. Откуда он знает, что надо сосать ее? Он хватает, у меня четверо детей, я это все видел. Кстати, у последнего мальчика у нас было кисервосечение, поэтому его положили мне на грудь. Мне привезли, сказали, вам надо порвать, мама же там, наркозом, да? Вам надо на грудь. И он по сей день, ему полтора, ну, года, года, три месяца, он меня называет мама. Мама! Я говорю, что ты, я не мама, я папа. А он вот так вот, стоит жена, я за ней. Он будет писать, мама, мимо нее ко мне. И я думаю, что это связывалось с тем, что вот первое ощущение были... Простите за подробности. В общем, суть такая. Когда человек рождается сам, первое ощущение это мама, тяга к маме. И вот маме мир становится для него пеличным. Ну да, да. Ну да. Точно так же, когда мы рождаемся свыше и от Бога. Что такое родиться свыше? Родиться от Бога. Родиться от Духа Святого. Мгновенно нас тянет к тому, от кого мы рождены. От Бога и для Бога. И для Бога. Мгновенно его, это признак рождение свыше. Тебя сразу тянет. Ты можешь многие вещи не понимать. Ты можешь даже писание еще не читал в жизни. Но у тебя внутренняя тяга, вот интуиция, духовная часть начинает Бог, он становится тебе для тебя роднее, чем все твои дети, жена, любимые, страна, город, машина твоя. Что Бог, ты постановишь служение. Чем бы ты ни занимался, он становится более первичным для тебя любимым, тебя тянет к нему. И, следовательно, раз тебя тянет к нему, тебя тянет к его миру, к его среде обитания. И ты туда увлечен. Вот это признак рождения свыше. Если человек считает себя рожденным свыше, произнес просто молитву покаяния, но у него нет первичности Царства Божьего, его туда не увлечет, он не думает об этом, он не мечтает об этой стране, он ее не переваливает внутри себя, он не пересматривает и не читает Писание через призму познания грядущего мира и Бога, который он царствует, он не родился свыше. Или порой знает, что Писание молится, но у него Царство Божьего, это процветание в этом мире. Да, это грубейшая ошибка, Господи, это знаете, как вирус файл бросился в компьютер, и сказил, что когда люди считают покаяние перед Богом новой возможностью состояться в этом мире, получается, за счет Бога. За счет Бога, это уже так. То есть Бог должен состояться в этом мире за счет Бога. Это извращение, это же получается. То есть люди пришли к Богу покаянию, чтобы получить от Бога силу и власть и тому подобное, и вообще получить общение с Богом, доступ к Богу, чтобы умолить его, чтобы он преобразил мир человека, где он живет. Чтобы он улучшил данную способность, там, не знаю, быть каким-то великим, славным, богатым и тому подобное. Это... Ну это магизм, это... Нет, для многих преобразование... Обращение к оккультизму. Как-то по счетчему велению, по-моему, вы будете... Оборот, когда человек рождается свыше, он вдруг понимает все его достижения, все его возможности, все его удачи и неудачи, его не считая богатством, он начинает понимать, что все это пустота, это просто тьфу, потому что перед ним открывается такая вечность, такая красота, такая славная, и он готов терпеть ради грядущего в этой жизни. Терпеть. Конечно, он начинает по-другому... Услительный процесс совершенно другой. Он, наоборот, начинает... У него появляется желание расточать свое умение, раздавать, служить, отдавать, возьмите все. Я отдаю, вот ради чего я жил, отдаю тебе. Дух Божия, это Дух абсолютного альтруизма. Боже, это потрясающе. Это глубина евангельская, это истина евангельская. Потому когда Христос пришел к израильтянам, они думали, что они-то мессию себе как представляли, и как представляли. Они думали, что он идет как политик, который должен в физическом смысле преобразить Израиль, создать, создать, все должно быть там шикарно, красиво и тому подобное. А он пришел и говорит, я не отмелись его. Его хотели сделать царем, он сбежал, ушел в горы. Говорит, что вы делаете? Я вас призвал, я пришел... Вот мысль, которую я до этого озвучил, я считаю, что она решит слух, что Бог не пребывает в мире человеческом. Я немного ее сейчас затрону. Дело в том, что ошибка наша, когда мы пытаемся умолить Бога, преобразовать наш мир, он никогда не будет преобразовывать мир человеческий. Ну, если люди не хотят это делать, то и не будут. Нет, он просто не будет. Он всегда приходит вызвами человека из человеческого мира. В свой мир. В свой мир. Нет, но иногда преображение есть, потому что он из себя всего человека. Вы понимаете, преображение само по себе. Да, если мы говорим о человеке происходит. Но если мы говорим о преображении человеческого мира, дело в том, что человек создан по образу и подобию Божию. Человек по определению творец. Без Бога. Ему даже Бог не нужен. Ведь многие достижения, свершившиеся в этом мире, они свершились человеком и его умом. Без Господа. И сейчас который же Бог еще идет? Потому что человек сам по себе творец. Потому что он же образ и подобие Божия. Он и без Бога может великие вещи делать. И вот сейчас, например, кто из вас немного знаком с этой теорией, с этими вообще современными, нынешними научными исследованиями в области квантовой технологии. Без Бога люди сейчас добиваются того, чтобы... Они понимают, что есть параллельные миры, а им может быть доступен только бесовский мир. И они пытаются открыть некие порталы. Это абсолютная реалистичность сейчас. где из физического мира они могут посылать материю через используя эти квантовые технологии. В общем, это... Посылать мою материю в параллельный мир бесовский и получать оттуда из бесовского мира определенную энергию и даже какие-то материальные вещи. Это удивительное явление. Аллинуя. Аллинуя. Я стою. Мазака сидит. Голдогненно. Извиняюсь. Нет, все хорошо. Надо... Присаживайтесь. Присаживайтесь. Слава Богу. И мы сейчас уже будем завершать. Я просто хочу сказать, что... Очень много тем, очень много глубоких тем, которые, на мой взгляд, сейчас крайне актуальны. Хотелось бы на эту тему говорить. Я хочу заинтриговать больших зрителей. Да, да, да. Возможно, если Бог даст, вы тоже молитесь. Сделаем дальнейшее предложение, да. Мы делаем несколько таких бесед. Я надеюсь, Андрей тоже будет. Мы пообщаемся. Я хочу попробовать вместе с вами попробовать изложить мысли, откровения, которые обоснованы на Писании, нацелены возродить нас. Если мы рождены свыше, порой нам требуется перерождение, что ли, знаете как? Не перерождение, а как правильно сказать? Преображение. Преображение, что ли? Вот вдохновение идти дальше, что ли, да? Да, да, да. Вот возможность, где ты упустил что-то, утратил, оно остыло, и вот оно должно подняться опять. Вот это я называю как бы возрождение, перерождение, как его назвать? Преображение. Преображение, да. И нам нужно на эту тему говорить. Так вот я хотел сказать, если человек не испытывает, считает себя рожденным свыше, но не испытывает привязанность к небесам, не они являются для него периодичным миром, причем осознанным и ежедневным. Ну да. Не только там вот уже чувства умирают, да, я же верю в небесам. Ну да. Нет, нет, ежедневное, осознанное, вот осознанное настрой. Ну как из народа. Да, туда, то рождение свыше там или нет, или оно утрачено. Следовательно, или надо родиться свыше, или надо покаяться, сокрушиться перед Господом, вернуться к первой любви. Когда ребенок, бывает, рождается, а бывает, он не жив, не мертв, и надо его спасать, вот, у ребенка. Да, да, включен этих боксов, всяких, другие анимации. Да, да. Пусть Бог поможет, благословит. И, кстати, вот на самом деле, вот когда пастор иногда рассказывал, тоже как раз, значит, что вот о кенгуленке такая история интересная, я вспомнил, интересно тоже вот, о чем размышляю эти дни как раз. Сейчас месяц, в еврейской традиции этот месяц называется Элуль. Элуль. Месяц Элул. Сегодня полно месяца этого месяца, вот, значит, и последние дни остаются этого месяца потом. Но весь этот месяц название само, оно ни о чем как бы не говорит, но с покон веков евреи воспринимали это название как аббревиатуру. Элуль, вот как раз та надпись, которая на стене плачет. Да, 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 да. Вот это они, ле-до-ди, ве-до-ди, ви-до, ле-до-ди, ве-до-ди. Вот это сочетание, оно как бы настолько удивительное, буквально переводчики синодальные перевели так, что я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленному мне. Вот там вот это ле-до-ди, доди, да, ле-до-ди, ви-до-ди, оно буквально можно перевести как именно я в нем всецело, он всецело во мне. Я без него не могу жизнь представить свою, он без меня не может. Просто я с ума схожу без него, он с ума схожет без меня. Мы одно целое, как Иисус выразил, я и отец одно. Это же слово, вот это доди, да, ле-до-ди, ви-до-ди, оно используется для описания, вот, ну как, некоторые шутят, еврейские камасудры. То есть это страстное соединение двух, да, мужчин и женщин вместе и их полное удовлетворение в одном мгновении. Они вместе, друг други, да. И вот это же состояние описывается этими же словами. Вот, поэтому, когда песни песней читают, да, на юридике, то споком веков ее воспринимали не просто как вот книга поэтическая, рассказывающая о любви мужчин и женщины, а всегда в этом виде указаний на любовь Творца, Бога, да и человеческой души. Вот именно Бог и его народ, Бог и человек, человек и Бог. И вот даже звезду Давида обычно, как раз, я видел, расписанную вот этими ле-до-ди, ле-до-ди, треугольником вверх, это наше устремление к нему. Ну да. Треугольником вниз, это его устремление к нам. Вот это сочетание. Сочетание, да, да. А мне нравится... Он третий, мы же тоже третий. Да, да, да. И вот сочетание это, и когда мне очень нравится мессианское изображение, когда внутри еще крест стоит, крест этой звезды. Для меня это сочетание очень удачное, потому что крест показал эту любовь божественную, и он соединил эти два устремления. Это стало способным чудом возможным. То, о чем рассуждали Шамай и Гилель, это было, наверное, религиозной философией, чаще своей демагогией. Вот, да, хотя Шамай и говорил о необходимости встречи с Всевышним, но эта встреча состоялась на кресте. Это встреча Всевышнего Бога и человека. Бог и человек. Это доказательство божественной любви. Бог во Христе примирил с собой мир, не отменяя людям преступления их. И, надеюсь, мы будем иметь продолжение этой же темы, как раз «Я рождение» слышу и о божественном мире. И надо об этом говорить, тем более те откровения, которые переполняют верующих, они переполняют не просто для нас самих, они переполняют для кого-то вокруг нас. Абсолютно верно. Как сосуд, который течет. С него течет вода, да. Сегодня много воды текло, это живой. Вот, как Бог говорит так, что вода, которая в нас, да, это святая вода, вот это живая жизни, вода от Бога, она в нас делается источником воды текущей в жизнь вечную. Вот, и сегодня, надеюсь, эти воды жизни вечной, они устремились потоком в сознании, в умы многих очень людей. Комментарии позже прочту, и уже даст Бог вечером, в 6 часов вечера, сегодня, как раз, завершение шабата, буду, как раз, тоже делать программу. Вот, и постараюсь ответить на эти вопросы. Вот, ну и также дальше будем иметь продолжение. Тоже пастору Эльдару я уже, как раз, перешлю, как раз-то, можно на наваливе даже. Вот, значит, чтобы поразмышлять тоже, и потом мы сделаем на неделе, думаю, следующее, как раз, продолжение, как раз, всего этого. Пусть Бог вас благословит, друзья, братья, сестры, дорогие друзья, и пусть всех слушателей, зрителей Бог вразумит, утвердит. Те, кто уже рожден, духовное рождение пережил свое, дальше погружайтесь в Бога, как Господь говорил, кто уверует в меня, да, и баптизу совершит это, погрузится в меня, да, а я в него, тот будет спасен. Пусть это погружение совершается сегодня, я так умышленно, расширенно перевожу, вот, слова эти, для большего понимания, лучшего понимания сегодняшнего нашего, пусть будет больше погружения в него, а его погружения в нас. Позвольте ему погрузиться в вас, познать вас, и сами погружайтесь в его естество, погружайтесь и познавайте его. И вот этот процесс, вот, как раз, единения, слава Богу, и сегодня, кстати, вот, весь этот месяц, Элуль, он по традиции, я сегодня на утренней молитве включал запись шафара, значит, он шафаром посвящен. Каждый день трубление в шафар, если все на Богу зайдете, допустим, в любой день этого месяца, обязательно звучание шафара, вот, значит, как напоминание и о жертве, и как напоминание о грядущем избавителе. Но, я знаю, что о пришествии Маше, о пришествии Ишуа, Иисуса, трубили небесные шафары. Мы в преддверии праздника, который называется, в Библии он называется Йон Труа, праздник трубного зова, праздник трубления. В этом году он будет, я напоминаю, что сделаю или здесь, или уже дома, сделаю трансляцию, круглосуточную, ну, будем, будет суточная молитва у нас такая будет. Вот, и все наше бдение будет у нас, всю ночь, значит, это с 9 на 10 сентября в этом году, на Волунии как раз, те шли месяц, вот, это праздник трубного зова, праздник шафаров, праздник очень таинственный, опомещающий народы о пришествии царя-царей, Господа Господствующих. Это связано и с первым его пришествием Иисуса, и это же указывает на, как мы говорим, второе пришествие Ишуа, Иисуса. Вот, и пусть Бог благословит, пусть небесный шафар озвучит ваше сердце, говоря о грядущем мире, говоря о Божьем мире, вот, и пусть вот это вот, те, кто еще на пути к рождению, вот, очень хороший, добрый совет прозвучал сегодня. Уединитесь, найдите время, можно даже, там, например, попаститься, дождать денек, там, не поесть, значит, но настроиться к этому, уединиться и помолиться, поговорить с Богом, позволить этому Божественному миру вторгнуться в ваш мир, и чтобы спасти вас. Удивительно, ну, очень хорошее сравнение, как раз, и с этим рождением, как вот человек рождается из утробы матери, мы однажды родимся в мир иной, больший, намного превосходящий этот мир. Даже наше внутриутробное вот это бытие, да, и вот планетарное это бытие, даже это сравнение, оно колоссальное, но даже оно никакое сравнение не идет, в сравнении с тем миром, который откроется следом дальше. Но откроется в какую сторону? Есть дверь в небеса, это сам Иисус Христос, сам Спаситель Господь. И пусть, эта дверь открыта уже два тысячелетия, но просто люди, многие не воспринимают это серьезно, или как бы достаточно, да, серьезно не воспринимают многие. Вот, но по милости Господне, если вы слышали, то воспользуйтесь сегодня этой дверью, войдите в эту дверь. Как, допустим, вот пожар, допустим, да, кинотеатр, да, и там светящийся табло, выход, ты можешь проигнорировать и сгореть в этом пожаре, а можешь выйти в этот выход. И этот выход открыт, самое интересное, он не заколочен, вот была трагедия там в России, да, вот, на Кузбассе. Да, на Кузбассе там страшная трагедия, Кемерово, да, сгорели дети заживо, это потому что дети закрыли двери, вот, какие-то негодные люди закрыли двери, и даже кто мог бы открыть, они убежали, вот, и получилось, что дети там барабанили, стучали, сгорели. Но, это страшная трагедия, пусть она научит нас, как пример такой, но есть дверь открытая, в ней не надо барабанить, знаете ли, она ничем не закрывается, это дверь Сам Иисус Христос. Это, как вот, портал есть в ад, да, вот сейчас люди, ученые ищут, какие-то порталы, да, какие-то врата свои, да, открываются, но есть портал на небеса, это Сам Господь Иисус Христос, Он есть живой Спаситель наш. К престолу Отца Небесного открытый дверь, пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья, во имя Иисуса Христа, аминь, аминь. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Богу.